так салям всем значит новости у нас следующего характера коалиция гражданское общество ведет интенсивные переговоры с у сдп на сегодняшний день эта партия готова открыть двери для народа для народных активистов чтобы можно было вступить единой такой массой против нуратана на выборах и я бы хотел бы ответить на многие вопросы с тем чтобы мы окончательно вопрос решили с выборами что мы делаем как мы реагируем как мы будем бороться против нуратана значит формула простая там пять пунктов в соглашении которые готовятся у сдп близко к подписанию к этому этого меморандума этих заявлений озвучив принципе в чем суть речь идет о том чтобы от кого от калиции гражданского общества было введено состав политсовета на съезде а чуть раньше рекомендации политсовета было рекомендовано для съезда 7 новых членов политсовета который представляет гражданское общество которым люди доверяют и под чьи имена люди могут вступать у издп поддержать ее на выборах проголосовать за у издп вступить в облсоветы в члены у издп в регионах списке кандидатов депутаты мажлиса и маслехатов пока доверия такого у издп сильного нет поэтому мы очень просим по издп быстренько подписать все вот эти заявления огласить выйти в эфир показать все эти документы с подписями печати у издп и решить вопросы по первому пункту точно так же по второму пункту речь идет об областных советах у издп чтобы туда тоже вошли активисты пусть в соотношении там 40 процентов 60 процентов у старых партийцев 40 процентов у новых партийцев и следующий третий момент это связано с тем чтобы мы по поводу кусанова который на прошлых выборах нас очень сильно всех подвел преждевременным заявлением чтобы у издп заранее сделала заявление которое как бы вот мосты сжигает и говорит о том что она не будет делать никаких итогов выборов пока не будут опубликованы и обработаны подсчитаны протокола со всех 10 тысяч участков это очень важно следующий очень важный момент паритет в списке по каждому маслихату мажлису по принципу через одного четное нечетное кго и у издп вот и пято это вопрос по поводу тихановской заявление которое помогло всей белорусской оппозиции объединиться вокруг нее речь идет о заявлении о том что все протестные группы могут успокоиться участвовать на выборах в ковлю в колонне о издп и надеяться на то что через полгода после победы в издп мы все выходим на перевыборы и тем самым тогда у издп получит мощнейшую поддержку всех протестных групп либо не получить поддержку издп до со стороны протестных групп либо получить но с условием что через полгода будет проведены свободные выборы во все органы власти в том числе перевыборы президента парламента маслихатов кто-то скажет из юристов что мол это юридически невозможно у парламента нет таких полномочий могу еще раз успокоить у парламента есть такие рычаги которые заставят любую другую ветвь прислушаться и выполнить ультиматумы парламента просто вам скажу зная конституцию что например парламент может зарезать утверждение премьер-министра любого министра любого министерства могут зарезать назначение в верховный суд конституционный совет генерального прокурора министра внутренних дел кмб счетного комитета и так далее так далее простых членов конституционного совета верховного суда счетного комитета и так далее по всем моментам точно так же маслихатый могут зарезать вопросы с Акимом могут довести его до отставки, выразить недоверие. В принципе, власти будут вынуждены пойти на перевыборы. Перед этим, конечно же, маслехаты и мажлицы, которые будут находиться под контролем уже народного ОСДП и народных списков кандидатов в депутаты, смогут, конечно же, провести своим большинством любые законы, любые постановления. Которые приведут к тому, что у нас будет свобода митингов, свобода партии, регистрации партии, свобода СМИ, свобода слова, честное правосудие судом присяжных, судом 12 присяжных и со стокгольмским арбитражем по всем экономическим делам. Вот в таком ключе, в принципе, мы по Конституции, выполняя все нормы, даже этой Конституции, мы сможем все эти вещи претворить. Плюс еще, если мы хорошенько постараемся, то мы можем получить при конституционном большинстве и изменения в саму Конституцию. Вот тогда это будут поистине свободные выборы. Вот для этой цели нам нужно прячься. Что нам для этого надо? Для этого надо, чтобы ОСДП за один день подписало требуемые заявления публичного характера. Второе. Тут же после этого КГО совместно с наблюдателями во всех регионах, во всех мелких городах, районах, поселках, селах быстренько решит вопросы с кандидатами в депутаты в Маслехаты и Мажлиса. Всего 3500 депутатов, поэтому на их места вместо Нуратана должны приступить к работе народные представители. Мы это можем сделать. Значит, 3500 мест. Повторяю. Для всех активистов место есть, поэтому практически все активисты могут стать депутатами, кандидатами в депутатами сейчас в избирательный период. И поэтому особой толкотни, особого конкурса не будет. Практически все смогут войти и принять участие. Значит, всем нужно подготовить избирательный взнос. У ОСДП таких денег нет. Мы сейчас будем полагаться только на самих себя. Кандидату в депутаты нужно принести 500 долларов на два месяца для избирательной кампании, чтобы успешно пройти в бюллетень и за него тогда могут иметь право проголосовать избиратели вашего города, вашего района, вашей области. Вот. Что еще хотел сказать? Значит, в случае победы, в случае преодоления даже 7% барьера, а ОСДП, надеюсь, получит свыше 50% и даже по самым скромным подсчетам до свыше 40%, по закону, если партия преодолевает свыше 7% и просто попадает в Мажлис и Маслихат, то все прошедшие депутаты от этой партии получают 500 долларов из государственного бюджета обратно, свои деньги. То есть, ребята, вам нужны будут деньги, получается, только как бы в виде кредита, только на два месяца прокредитовать госбюджет, а потом эти деньги вам вернут обязательно. Дальше еще какие моменты? Значит, в принципе, по большому счету, нам даже избирательной кампании не нужна, не нужна агитация. Народ и так проголосует против Нуратана. Не надо особо агитировать, голосовать против Нуратана, это все сделают бесплатно в соцсети. Главное, две вещи нужны. Первое, чтобы народ видел, что у ОСДП есть народные списки по каждому Маслихату, и захотелось поднять свое туловище с дивана и пойти на выборы. Чтобы там были яркие имена по каждому Маслихату. Это первое условие. Второе, это большой отряд наблюдателей на каждом участке. Больше ничего не надо. И там особо не нужны ресурсы, и здесь не нужны ресурсы. Вот и все. Поэтому у меня главная цель моего сегодняшнего выхода в эфир. Я буду выходить в эфир каждый день, и мы будем работать в зуме по каждому городу, по каждой области, с тем, чтобы мы быстренько насытили список кандидатов в депутаты по каждому Маслихату большим составом ярких личностей по каждому городу и району. Значит, сегодня мы постараемся провести зум с регионами. И сегодня же мы будем... Вот вчера я провел 4 зума, и, надеюсь, в таком же режиме мы будем продолжать каждый день. Значит, 27-го числа намечается съезд ОСДП республиканский, а до этого будет проводиться, а еще и после этого, после 27-го числа, будут проводиться областные конференции, на которых мы быстренько должны решить вопросы с утверждением всех народных списков кандидатов в депутаты. Кандидатов в народные депутаты. Значит, все, кто желает драться, сражаться с Нур-Отаном, будучи в списке кандидатов в депутаты, кто желает драться с Нур-Отаном, обладая депутатскими полномочиями в каждом Маслихате, кто не боится говорить прямо в лицо Акиму то, а что о нем думают, то, что творится на самом деле в каждом городе, в каждом районе, с коммунальным хозяйством, со школами, с больницами. У вас будет полномочия все это требовать стучать по столу и требовать отставки, если надо, того единого чиновника вплоть до Акима. Области, города, районы и так далее. Значит, скажу сразу, я думаю, что УСДП при быстрых заявлениях в адрес коалиции гражданского общества по расширению политического совета партии и областных советов партии очень высокие шансы, поэтому минимум 5-10 кандидатов в депутаты по каждому Маслихату, они проходные. Практически это беспроигрышный для вас вариант. Тем личностям, которым доверяет народ, которых отберет совместная комиссия УСДП и КГО, у них беспроигрышный вариант стать депутатом. А народная армия наблюдателей обеспечит честные выборы. Если у нас на каждом участке будет отряд наблюдателей, то у врага, у Нуратана нет никаких шансов противостоять этой силе. Отряд наблюдателей на каждом из 10 тысяч участков. Вот и все, ребята. Я могу, в принципе, завершать свою речь. Нам нужны две простые вещи. Чтобы вы стали кандидатами в депутаты, и чтобы вы и ваши друзья стали наблюдателями. Больше ничего не надо. С того дня, как только УСДП наконец опубликует решение полицовета УСДП по тем всем пяти пунктам, с этого секунды, с этого дня можно будет считать, что с бойкотом покончено. Множество бойкотчиков согласится не только участвовать в наблюдении, но и согласятся прийти на выборы, проголосовать за УСДП, стать кандидатами в депутаты в своих маслехатах, в своих городах, в своих регионах. Все четко и ясно. Значит, со всеми бойкотчиками я готов вести переговоры напрямую громогласно среди народа, так и в зумах. И я надеюсь, что мы быстренько убедим их в том, что сейчас УСДП преобразится, и народный список, с учетом того, что в Пальчицком совете и в областных советах будут сидеть рядом со старыми партийцами и новые народные активисты, то тогда верить УСДП можно будет, гарантированно можно будет. Тогда можно будет гарантировать защиту от Косанова-2 в УСДП. И в этом заинтересованы и лидеры УСДП, и их переговоры с нами, долгие переговоры. В течение шести месяцев показывают, что Асхат Рахимжанов адекватный человек, он понимает ситуацию и идет навстречу народу. Точно так же его заместители Айдар Алибаев, Тазабек Самбитпай, с ними можно работать, с ними можно договариваться, они понимают все это. И сейчас при подписании вот этих заявлений мы уже совместно внутри Пальчицкого совета будем проводить внутрипартийные дискуссии, диалоги и совместно работать над тем, чтобы у нас было максимально заполнено список из 3500 вакансий. Теперь Нуратану придется не сладко. Мы должны работать сейчас слаженно, вместе, четко, конструктивно, по-деловому, быстро, оперативно, решая, разгребая все завалы, которые возникают на текущий момент. Все в наших руках. Поэтому я сам вступил в партию ОСДП, надеюсь, на съезде поддержит и мою кандидатуру в Пальчицкий совет, и мы с другими коллегами, которых я могу сейчас перечислить, я имею честь с ними общаться, работать в КГУ, и многие из них являются беспримерными героями, которые сейчас выступают за то, чтобы мы могли обеспечить первое, честные выборы, и могли обеспечить победу над Нуратаном. Если честные выборы будут, а это армия наблюдателя обеспечивает, то тогда гарантированная победа над Нуратаном. Мы сейчас должны вырвать множество маслехатов, большинство людей, большинство в каждом маслехате мы можем вырвать у Нуратана. Появится на этих выборах и множество народных хакимов благодаря этому. В это можно верить, потому что есть расчеты. Ребята, давайте, Аселькарим, сами вступайте в списки кандидатов в депутаты. Если вы считаете, что вы не готовы к Мажлису, к областным маслехатам, вступайте кандидатами в депутаты маслехатов городов, маслехатов районов. Мы должны сделать так, чтобы на всех местах у нас появились наши депутаты. Я повторяю, первая десятка в каждом маслехате беспроигрышная, и вы можете надеяться твердо на победу. И в этом плане, в том числе и финансового затруднения, они будут временные, только на два месяца. Вступайте все в ОСДП, как только будут подписаны соглашения с ОСДП, о которых я сейчас уже проговорил. Все ждем, как только ОСДП обнародуют согласие на все пункты КГУ, с этой секунды мы уже считаете, что победили над Нуратаном. Я және бе кешеріңіздер, көбінарсе мен қазақша айтылмаймын, соусын мен орыша айтаймын. Казақша біздерде көп адамдар, ол сізге ақырындап айта береді. Менде сөздер көп жетпейді. Казар мен айтаймын, қазар политсоветке кім мүмкін кір береді. Казар мен сізге айтамын. Казар ашылы спесік. Харандар. Жан-Аргуль Бакаева отказывается, Барлак Мендегазиев пока отказывается, в силу некоторых моментов. Хасен Кужахмед, я бы хотел, чтобы они видели себя среди нас в КГО и в ОСДП. И я призываю их, значительная часть, 80%, они готовы уже вступить. Часть людей думает, значит, смотрите по поводу избирательных взносов. Это, с одной стороны, даже хорошо. Понимаете, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Когда вам бесплатно что-то дают, вы это не цените. Когда вы заплатите деньги, даже 10 долларов, или просто один тенге, то вы стараетесь уже, по крайней мере, даже просто из самых житейских побуждений, выиграть, чтобы хотя бы не остаться в проигрыше по деньгам. Поэтому мы должны все бороться. И ничего страшного не будет, если мы затрачиваем некоторые копейки. Да, но Ротан здесь пытается нас обдурить. В каком плане? Поставить в неудобное, в невыгодное положение. Ведь они сами же вот эти избирательные взносы не платят. Вы знали об этом? Так вот, они хотят просто сделать так, чтобы оппозиция отказалась от выборов. Она боится выборов. Вот если бы она бы не боялась бы выборов, думаете, она такие препоны не ставила бы? Так вот, мы говорим, мы не то, что деньги, мы жизни готовы положить ради Родины. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы Нур-Атан метлой выгнать из каждого Маслехата. Забрать у них как минимум большинство. Это в наших силах. Точно так же я вот хотел бы, чтобы проговорить список по областным советам. Значит, я со многими переговорил, но все-таки я буду говорить осторожно. Я призываю следующих людей по Алмате вступить в УСДП и баллотироваться на посты членов областных советов УСДП и под вашим контролем будет проходить выборы людей в списке кандидатов депутата. Нур-Ам Буламбаев, Геннадий Кристианский, Арзигуль Телебаева от заемщиков, Даная Калиева представлять не надо, Суэндок Алдебергенов, Ержан Кусаин, Абай Ерикенов, Асхат Асалбеков, Даулит Абылкасимов, Бахаджан Чендебаев, Астана. Точно так же призываю вступать в УСДП. Булатбек Блялов, Гайзамир Бек, Махсат Ильясулот, Айден Егебаев. Я призываю Айдхаджи Фазылова, Сакена Женосова. Я призываю многих людей, у которых есть сложные отношения с УСДП, в том числе Аманулу Романкулову, чтобы УСДП согласилась с его вступлением в партию. То же самое со многими другими лидерами во всех регионах. Значит, нам нужно сейчас четко, ясно понять, если бы УСДП все вот эти заявления, которые мы готовили 6 месяцев, давно подписало, мы давно бы вошли бы и все эти списки подготовили. Но, наконец-то, УСДП сейчас принимает решение близко к этому подписанию, и мы надеемся очень быстро заявления будут подписаны. Если, условно говоря, это произошло бы сегодня, 13 ноября, то 14 ноября мы уже давали бы большую реку новых и новых кандидатов в депутаты по каждому Маслихату. И за считанные дни, максимум 10 дней, мы эти списки все заполним. Рахмет, у кого какие вопросы есть, я надеялся ответить, но теперь я постараюсь вам ответить в письменном виде под каждым вашим комментарием. Жахсы, Саубул Казарм. Рахмит. Саубул Казарм. Рахмит. Рахмит. Рахмит.